В этом видео я расскажу вам про овес в качестве подзимнего сидирата. Он используется в дачных делах достаточно давно и ценится за массу положительных качеств для почвы. Зелень овса содержит очень много калия и белка, но по количеству азота в своем составе будет уступать пшенице, горчице и ржи. Этот сидират замечательно перерабатывает сложноусваиваемые фосфорные компоненты, которые оказываются недоступными для большинства растений. Мощная корневая система этого растения способна эффективно рыхлить землю, обогащать ее кислородом, но одновременно защищать землю от эрозии и укреплять забучие пески. Благодаря тому, что овес очень урожайная культура, почва получает зеленую массу, равносильную 100 килограммам хорошего навоза. Скорые всходы сидирата и его мощные корни не позволяют расти сорнякам. Овес отлично совмещается с любыми растениями, кроме картофеля, который имеет одного вредителя с овсом – это проволочник. Этот злак неприхотлив и может выращиваться на любой почве, плюс он устойчив к затенению и морозам. Овес лучше высеивать в октябре. Мороза он не любит, поэтому если посеять овес за месяц до морозов, он успеет набрать зеленую массу, под снегом перепреет и обогатит почву. Перед посевом этого сидирата надо замочить его в марганцовке на 20 минут, после чего промыть в чистой воде. Перед высевом надо убрать все органические остатки, перекопать почву, немного пролить землю из распылителя и разбросать семена овса погуще. Норма около 2 килограммов на одну сотку, после чего заделываем семена граблями на пару сантиметров и забываем про сидират до весны.